Главные виновники торжества ветераны Великой Отечественной стали собираться на Соборной площади за час до парада. В военных кителях с орденами и медалями. Они заняли свои почетные места на трибунах. 9 мая их праздник. Во имя Отечества, превозмогая боль и утрата, они ковали победу в боях и в тылу. Доблесть, отвага, мужество и сплоченность помогли им превзойти сильного и жестокого врага. 69-ю годовщину ветераны встречают в таком же радостном настроении, как и в победном мае 45-го. Я каждый раз молодею после таких праздников и не признаю свои годы, потому что я так долго живу за себя и за того парня. В Белгороде сегодня проживает 553 ветерана войны, более 4000 тружеников тыла, 700 вдов-участников и инвалидов Великой Отечественной. В силу возраста на Соборную площадь смогли прийти только 100 почетных гостей. Старт параду дали ровно в полдень. Командовал шествием начальник штаба 357-го учебного центра ВВС подполковник Сергей Безуглый. Принимал парад начальник Белгородского гарнизона, начальник учебного центра ВВС полковник Владимир Зацепин. Мирно, равнеренно, право! 69-й годовщина Великой Победы собравшийся поздравил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он подчеркнул, что долг молодого поколения – не забывать уроки войны, потому что на смену историческому забвению приходит повторение самых страшных преступлений против человечества. Пример тому – Украина. Глава региона отметил, что Великая Отечественная – самая жестокая и кровопролитная война в истории. Она показала звериной оскал фашизма и главная задача потомков – не допустить повторения тех событий. «Слава и земной поклон участникам Великой Пенадественной войны! Вечная память павшим солдатам! Крепкого здоровья и долголетия вам, дорогие ветераны!» Открыли торжественное шествие подразделения курсантов Белгородского юридического института МВД России во главе колонны Знамя Победы. Право пронести красное полотнище вот уже второй год подряд доверили курсанту института Юрию Лупандину. И его прадед-красноармеец Александр Иванович Марченко прошел всю войну. «Для меня огромная честь принимать участие в параде на площади родного города. Это замечательный праздник, День Победы. Не стоит забывать тех, кто прошел всю войну. Например, мой прадед прошел всю войну от Белгорода до Берлина. Много имеет наград и заслуг». Правнуки-геро в Великой Отечественной сегодня в военной форме красноармейцев образца 1943 года. «В ровном строю и чеканья шаг к торжественным маршам по главной площади области идут войска Белгородского гарнизона, сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказания, спасатели, стражи порядка и курсанты. Всего в параде принимают участие более 900 человек». По окончании марша прошло дефиле оркестра Белгородской воинской части. Затем состоялось театрализованное представление. Центр площади занял сводный хор детских музыкальных школ, который исполнил песни военных лет. Впервые концертная программа была разделена на блоки. Начало войны Белгородско-Курской операции «Легендарный Севастополь» и блок «Победа». В каждом отделении были исполнены соответствующие хореографические композиции. Торжественная часть завершилась волной памяти. К вечному огню первые лица города и области ветераны, почетные граждане областного центра возложили цветы. Здесь же и участники патриотической акции «Бессмертный полк». Более 200 белгородцев с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов пришли, чтобы почтить память тех, кто подарил нам праздник Великой Победы. Мы сегодня сделали портреты и пришли сюда. У меня такое ощущение, что если есть другая жизнь, то, может, они оттуда видят, как мы живем. И, наверное, радуются. Вот мой папа, он 16 лет ушел на фронт. Всю войну был на фронте. У него очень много орденов, медалей. Никогда не вспоминал о войне, старался нам ничего не рассказывать. А вот так получилось, когда его не стало. Теперь уже мы должны передать это все нашим детям. Первые лица города и области также возложили цветы к памятнику Победы в Великой Отечественной войне. Бюсту Жукову и Кобелисском на Аллее Героев. Надежда Дурнева, Дмитрий Рема, к этому часу Белгород.